Музыка Коллеги, здравствуйте. Рады приветствовать вас на нашем очередном вебинаре, который посвящен особенностям внедрения ВМС на складах продуктов питания. Ведущие сегодняшнего мероприятия будут Максим Евладенко, руководитель проектов по ВМС, и я, Светлана Бужилова, менеджер по работе с клиентами. Для начала немного расскажу о тайминге. По традиции расскажу о нашей компании. Далее передам слово Максиму, который расскажет об особенностях использования ВМС решений на складах продуктов питания. Компания Axelot известна на рынке IT-услуг уже с 1998 года. Все эти годы мы занимаемся разработкой и внедрением систем класса ВМС для автоматизации складской логистики и систем класса ТМС для автоматизации транспортной логистики. Помимо этого мы оказываем клиентам услуги логистического консалтинга, потому что большинству наших клиентов требуется привести свои бизнес-процессы в порядок, либо выстроить их с нуля. Центральный офис компании расположен в Москве. Также у нас есть ресурсные центры в Кирове и Красноярске. Но этими территориями мы не ограничиваемся. Мы работаем по всему миру, и у нас есть уже успешные проекты в 12 странах. В штате логистического направления компании работает более 250 сотрудников. Это архитекторы, разработчики, консультанты, программисты. Такое распределение паралям позволяет нам одновременно выполнять более 100 масштабных проектов по складской, транспортной логистике и логистическому консалтингу. Мы уже более 9 лет являемся лидерами российского рынка ВМС. Также оказываем нашим клиентам круглосуточную поддержку, потому что большинство из них работают либо в круглосуточном режиме, либо вообще в других часовых поясах. Поэтому им важно в любой момент времени получить помощь специалиста. Все проектные работы мы выполняем в соответствии с сертификатом менеджмента качества ISO 9001-2015 и более 10% годовой выручки компании тратим на развитие наших систем. Для реализации проектов под ключ мы выбрали несколько компаний-партнеров, так как наши решения разработаны на платформе 1С. Нашим партнером является, безусловно, фирма 1С. В группу компаний «Аксилот» входит компания «Аксилот Тех», которая занимается поставкой оборудования в проекты складской и транспортной логистики, таких известных компаний, как «Зебра», «Ханнивел» и других, которые зарекомендовали себя уже давно на российском рынке и поставляют качественное оборудование для наших клиентов. Компания «Градум» выполняет проекты на базе решений ERP, управления производственным предприятием и других систем корпоративного сектора. Компания «Дотарион» является разработчиком сервисной шины данных, которую мы используем практически во всех наших проектах для обеспечения бесшовной интеграции между системами корпоративными, ВМС, ТМС и любыми другими системами, которые вы хотите включить в единый логистический контур. Картографический сервис предоставляет нашим клиентам компании «Яндекс» и «Сити Гид». Также мы используем карты Google, Axelot Maps, OpenStrip Map, поэтому выбор картографии у нас достаточно большой, как и платные, так и бесплатные сервисы. Как я уже говорила, система Axelot WMSX5 – это пятое поколение систем для автоматизации склада. Система реализована на платформе 1С и обладает полностью открытым программным кодом. По независимым исследованиям журнала «Склады России» компания Axelot является лидером российского рынка ВМС и занимаем долю рынка в размере 30% по количеству реализованных проектов и объему продаж. А также в этом году наша система прошла процедуру валидации, и теперь она соответствует международному стандарту VDI 3601. система проходила такие испытания, когда проверка функциональности, удобство интерфейса, удобство использования и многие другие, для того, чтобы подтвердить качество нашего продукта. Помимо автоматизации складской логистики, мы оказываем нашим клиентам услуги по автоматизации транспортной логистики. Наши специалисты регулярно исследуют рынок систем класса ТМС и пришли к выводу, что действительно на рынке представлено огромное разнообразие систем класса ТМС, но все они модульные. Поэтому нашими экспертами было разработано первое комплексное решение Axelot TMS X4, которое включает в себя такие модули, как управление собственным транспортным парком, управление перевозками, Android-клиент для водителей, спутниковый мониторинг и различные виды аналитической отчетности. Решение также разработано на платформе 1С и обладает полностью открытым программным кодом. Помимо этого, мы повышаем уровень знаний и компетенций в области логистики в целом. Наши эксперты занимаются переводом лучших иностранных изданий по логистике на русский язык. У нас есть своя небольшая библиотека. Также мы проводим различные демо-дни и вебинары из Московского учебного центра, которые посвящены самым актуальным тематикам и различным отраслевым спецификам. Помимо этого, мы выезжаем до пандемии, выезжали на масштабные мероприятия по всей нашей стране, конференции, советы директоров, где выступали эксперты не только нашей компании, но и наши клиенты, которые делились с вами своим опытом от внедрения решений Axelot. Помимо этого, наших экспертов приглашают известные вузы страны для обмена опытом, для тех, кто повышает свою квалификацию, либо для студентов. На данном слайде представлены клиенты нашей компании. На самом деле здесь представлена лишь их малая часть. Больше указаны по отраслевой специфике продуктов питания. Но на самом деле за нашими плечами уже реализовано более 500 проектов. Это производители, дистрибьюторы, продукты питания, фармацевтика, автозапчасти и многие другие отрасли. Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуем свои программные продукты, следуя технологическим инновациям. О компании у меня все. Готовы передать слово Максиму. Он уже подробнее расскажет вам об особенностях использования ВМС на складах продуктов питания. Да, Светлана, спасибо. Так, коллеги, добрый день. Сейчас проговорим рамочно про пищевые склады. Пищевые склады также при производстве. Почему рамочно? То есть мы затронем основную проблематику, основные моменты, с чем работает таксиот, что может. Начнем с проблематики. Многие пищевые склады сталкиваются всегда практически с некорректным соблюдением сроков годности, в частности, с коропортищейся его продукты, с контролем отгружаемого продукции в процентном или количественном остатке срока годности. То есть когда есть необходимость отгружать тому или иному клиенту остаточный срок годности в процентном либо количественном диапазоне. Также необходимость дополнительных процессов, таких как остывание, доохлаждение, карантин, либо экстренная заморозка. То есть соблюдение температурного режима хранения номенклатуры. Таким образом, чтобы товар сначала доостывал, либо проходил экстренную заморозку перед отгрузкой. Также мы с вами проговорим про различные виды и конфигурацию упаковок, которые возможны в системе с контролем по вложенности продукции. Расскажем вам про возможность учета штучного и весового товара. Расскажем про особенности автоматизации для припроизводственного склада. Расскажем про обязательный учет, контрольных идентификационных знаков, согласно федеральному закону 487, о возможности учета и контроля продукции не только в разрезе сроков годности, но и в разрезе партий и сертификатов. Ну и также затронем с вами различные правила грузообработки на складе. Проговорим для начала, что же такое номенклатура. Для пищевых складов ключевым показателем являются такие разрезы, как владельцы, характеристики, в частности торговые марки, либо температурные режимы. По владельцам что это такое? Это когда у нас одни и те же, одна и та же номенклатура, то есть по факту это один и тот же товар, но является различным для разных утверждателей, для разных владельцев. Это актуально для 3PL-складов. Когда в корпоративной системе это может быть одна карточка, в системе ВМС это могут быть различные объекты хранения. Когда товар один и тот же, по сути, так же, да, но он делится уже не по владельцам, а по торговым маркам. Далее температурный режим, как мы с вами затронули выше, да, то есть мы расскажем о возможностях работы с температурным режимом. Говоря о товаре, мы говорим всегда об объекте хранения. Объект хранения – это объект складского учета. Это не номенклатура, которая выгружается из корпоративной системы, а это конкретный объект, с которым выполняется все товародвижение на складе. Объект хранения может конвертироваться из номенклатуры, выгружаемой из корпоративной системы. О чем мы с вами пройдем дальше? Объект хранения содержит в себе очень важный показатель, такой как модель учета и дополнительные логистические параметры. Говоря о модели учета, мы говорим с вами о совокупности настроек для объектов хранения, которые включают в себя различный перечень параметров и учетов. Например, указываем возможность работы с партиями, как видно на слайде. Можем указывать работу с партийным учетом не только в разрезе номеров партий или даты партий, но и учетов по срокам годности, при необходимости, что очень актуально для любого склада с пищевой продукцией. Возможно, в модели учета включить учет по серийным номерам. Но самое важное, также в модели учета мы указываем все стратегии по размещению, по отбору и по пополнению. Когда мы с вами говорим про различных владельцев в номенклатуре, мы с вами говорим о том, на примере 3PR склада, когда корпоративная система выгружает номенклатуру в систему ВМС, но получив различных поклаждателей, мы ее делим на несколько владельцев. То есть это конвертация один ко многим. Когда в корпоративной системе, как мы говорили, есть одна карточка номенклатуры, но в разрезе ВМС нужно видеть ее по отдельным поклаждателям, чтобы понимать, какой товар планировать сборки в какой момент, в каком количестве запасы находятся по конкретному поклаждателю. Если же такого разреза нет, либо у нас много различных корпоративных систем, тогда мы можем настроить конвертацию один к одному. Также это очень актуально для торговых марок, таких как Ашан, лента, когда у нас есть возможность работать с различными торговыми марками. Далее мы с вами проговорим про температурный режим. То есть в системе в нашей возможно настроить различные вариации температурных режимов, которые используются для автоматического планирования. То есть нам необходимо, чтобы после приемки товар отправлялся до охлаждения. Далее в системе ВМС возможно с обытийными моделями настроить возможность перемещения товара после приемки в зону до охлаждения и спустя определенное время по той или иной продукции, завязавшись на модели учета, на температурный режим объекта хранения, либо на какие-то дополнительные параметры, либо ликвизиты, создать задачу на перемещение, на размещение уже в зону основного хранения. Также если у нас требуется экстренная заморозка, то перед отгрузкой, после сборки товара, мы можем переместить товар в экстренную заморозку и также по событийной модели переместить его уже в зону хранения готовых заказов, либо создать задачу на отгрузку из камеры экстренной заморозки. Говоря про детализацию модели учета, мы говорим с вами в том числе и про партионный учет. Давайте рассмотрим более подробно. Партионный учет может быть двух видов, точнее даже одного вида. Это учет по партии, который в свою очередь делится на учет по номеру партии, когда требуется фиксировать конкретную линию, либо выход со склада. Учет по дате партии, то есть нужно понимать, каким именно днем была создана эта партия. Если это партия по конкретному поклаждателю, то это также можно зафиксировать в системе Axelot WMSX5. Также можно учитывать товар по сертификатам, по номеру ГТД, либо по интервалам серийных номеров, акцизов или контроля регистрационных знаков. Дополнительный разрез партионового учета – это учет по срокам годности, когда у нас есть с вами дата производства, либо срок годности. То есть в момент приемки мы можем с вами указывать конкретно либо дату производства, либо дату окончания срока годности. Дополнительный, очень важный и в настоящее время актуальный момент – это учет по серийным номерам, то есть учет по контролю идентификационным знаком. Это можем фиксировать у нас в системе как при поступлении, так и учитывать конкретный выход, конкретные позиции со склада и также контролировать по количеству, какие на данный момент на складе есть позиции. Говоря про разрезы учета, то есть мы понимаем, что данных может быть недостаточно, поэтому есть дополнительные возможности учета товара и классификации товаров. Например, в данной системе возможна классификация по ABC анализу XYZ, FMR или WAN. То есть любой из данных классификаций в нашей системе настроить возможно, они уже реализованы, не на одном складе там, и успешно применяются. Про дополнительные возможности, когда мы говорим, мы также говорим с вами про различные типы упаковок, когда один и тот же товар может храниться в различных вложенностях, в различных упаковках. То есть у нас есть с вами одна штука, например, сырка молочного. Сырок молочный хранится в определенной упаковке в количестве 10 штук, и данная упаковка может храниться в коробке вложенностью 100 штук, либо 10 вложенных упаковок. То есть в данном случае мы сможем себя в системе контролировать, какая упаковка в какой момент времени находится на остатках. Ну и, конечно же, что немаловажно, мы говорим, что учитываем товар по качеству, то есть по его состоянию. Предустановленные базовые варианты – это кондиция, брак, заморозка. Также допускаются, истекает срок годности, и если необходимо под любой из ваших проектов, под ваших складов настроить дополнительные состояния или качества, это также возможно в нашей системе. Когда мы с вами проговорили про дополнительные разрезы учета, мы можем проверить, что это все отображается, довольно видно, на остатках. То есть мы видим разделение как по зонированию, по вложенным зонам, так и по адресному хранению. То есть на конкретном адресе мы с вами видим конкретный поддон с конкретным товаром, где отображается его состояние, партия, количество фактическое. И что очень помогает складу – это план приход и план расход. То есть мы в любой момент времени можем понимать, что из конкретного адреса, с конкретного поддона у нас уже спланировалось к перемещению либо к отбору, либо ожидается приход конкретной продукции на склад в конкретный адрес. Проговорим с вами сейчас про федеральный закон, который недавно вышел, номер 487, об учете товаров в контрольно-идентификационных знаках по артикульно, по диапазону серийных номеров. Молочная продукция ожидалась, что она придет вот-вот, но ее отложили до лета, но тем не менее регуляторы все равно уже начинают готовиться к этому. Для чего этот закон был введен? То есть это было очень актуально в период пандемии, когда была фармацевтика и начали заявляться различные продукции, государство должно было контролировать любой вход, любой выход продукции, контролировать учет, корректность и реальность данного товара. Также контролировать возможность монополии этого продукции, то есть чтобы ни один товар не отгружался и не принимался только одним поставщиком. В нашей системе есть возможность работать с контрольными инфекционными знаками. Работа у него есть как на рабочих местах, так и на терминалах сбора данных. На рабочих местах, на терминалах сбора данных мы говорим с вами про работу на входе и на выходе. Мы не храним остатки в разрезе контроля инфекционных знаков либо агрегированных кодов. То есть мы знаем, что у нас в системе есть тот или иной продукт, тот или иной товар, но так как есть внутренние складские и межскладские операции, соответственно, товар может перемещаться между адресами. Поэтому мы на входе фиксируем, что товар пришел, в каком количестве, в каких агрегатах. На выходе мы фиксируем, что конкретные позиции убыли, что их можно отгружать. А когда мы говорим про рабочие места, то мы говорим с вами про два рабочих места. Это рабочие места упаковки и приемки. То есть на приемке по документу инициатора мы получаем плановое количество контрольных знаков, либо серийных номеров. И можем принимать как с плановым, так и вне плановым, то есть без контроля планового количества и плановых контрольных знаков. То есть мы можем на входе просто фиксировать о том, что конкретные контрольные и дефицционные знаки к нам прибыли. На упаковке мы должны подтвердить отгрузку возможности конкретных контрольных знаков, либо агрегационных кодов. Когда мы говорим про вход и про выход, мы должны с вами также понимать, что есть возможность агрегации и обратного акцепта. На рабочем месте приемки или упаковки мы также можем выполнять агрегацию кодов, то есть до второго уровня и до первого уровня вложенности. Прямой обратный акцепт – это когда мы ждем подтверждения из ЦРПТ о том, что данные контрольные знаки мы можем принимать на склад, либо мы можем отгружать со склада, что они легитимны, что они находятся именно на том владельце, который был заявлен. Далее, так как вводная часть у нас с вами закончена, мы с вами переходим уже в настройки правил грузообработки. Расскажем про функциональные системы, про ее возможности уже более детально. Начинаем со правил грузообработки, с настройки ВГХ объектов хранения и мест хранения, в конкретные места хранения. То есть любой объект хранения должен иметь массу, объем. Для чего нам это необходимо? То есть любой товар имеет свой вес. Это очень актуально и является жизненно важным при сборке на складах различных товаров. Например, мы не можем сначала собирать творожные сырки, а после укладывать молочную продукцию, иначе это все задавит. Таким образом, при контроле ВГХ мы можем контролировать, что у нас сырки – это товары легкие, соответственно, он должен убираться в последнюю очередь, и в задаче на сборку товара он пойдет уже в самом конце. А молочная продукция, так как это тяжелый товар, соответственно, он пойдет в сборку в первую очередь. Говоря про ВГХ товара, мы в том числе и говорим про весогабарительные характеристики упаковок товара. Так как мы с вами ранее говорили, что у нас возможны различные упаковки товаров, с различной выложенностью, таким самым образом мы можем для каждой конкретной упаковки задавать ее отдельные весогабарительные характеристики. Причем контролировать весогабарительные характеристики мы можем как в системе ВМС, так и получив информацию из корпоративной системы. И возможность внесения изменений возможно также настроить, получая информацию только из корпоративной системы, то есть для нас корпоративная система является эталонной, и в системе ВМС невозможно изменять весогабарительные характеристики. Так и наоборот, мы можем сами в нашей системе с помощью терминала сбора данных с выполнением определенной очереди задач, таких как ВГХ, как отдельной очереди, так и при приемке, вносить самостоятельно весогабаритные характеристики, если они, например, нам неизвестны на момент приемки. То есть мы ожидаем приемку товара, но ее ВГХ мы не знаем. Поэтому при выполнении приемки система оповестит, потому что необходимо замерить ВГХ и, возможно, отправить товар на стенд весогабаритных характеристик замера. Далее мы с вами проговорим про вместимость типов мест хранения. То есть мы можем в нашей системе задать, какой конкретный товар, либо группа товаров может вмещаться на конкретный тип место хранения, то есть на конкретный поддон, либо на конкретный короб. Для чего это необходимо? Чтобы на момент приемки, то есть при выполнении приемки товара, мы не перешли конкретный диапазон, то есть не сложили больше продукции на поддон, чем этого требуется нашим административным решением. Соответственно, чтобы большую товару не положить на поддон, и мы смогли корректно разместить его на адрес на нашем складе. Также мы можем определить укладку, то есть сколько у нас слоев, количество в слой и высота в слой, и отображать эту информацию на ТСД, чтобы сотрудник при приемке понимал, как ему нужно корректно укладывать товар на поддон. Говоря с вами про различные единицы измерения товара, мы в том числе понимаем, что у нас товар может храниться не только в штуках, как вы видели ранее, но мы можем работать и с весовым товаром, и с мерным товаром. Для этого мы должны указать в системе единицы измерения мерно и настроить ее определенные параметры. Как только мы включаем мерные единицы измерения, либо весовой товар, тогда система понимает, что это уже работа с весом, тогда мы можем настраивать допустимые проценты отклонения на конкретной упаковке товара. Это нам поможет при планировании, при выполнении задач на отбор. То есть если система спланирует 15 килограмм, а у нас в упаковке хранится 1,5 килограмма, то есть по умолчанию у нас спланируется 10 упаковок. Но если мы понимаем, что у нас возможно отклонение на плюс-минус 100-200 грамм и так далее, либо в количестве, либо в процентном соотношении, соответственно, при выполнении отбора система проанализирует, что если допустимая погрешность совпала в данный диапазон, если мы отобрали не 15 килограмм, а 16 килограмм, то тогда это для нее станет корректным, и она позволит выполнить эту операцию как в плюс, так и в минус. То есть система посчитает, что это выполнено верно. Далее мы с вами проговорим про размещение настройки, точнее, алгоритмов и стратегии. Когда мы с вами говорим про правила грузообработки, мы должны понимать, как у нас товар все-таки должен размещаться и как товар должен подбираться. Для этого мы настраиваем в моделях учета, про которые мы говорили выше, стратегии размещения, стратегии отбора и пополнения. Все эти стратегии имеют условия и определенный алгоритм. Как вы помните, ранее мы с вами затрагивали температурные режимы, состояние товаров. Мы это все можем в условиях положить как фильтр, да, и наложить в условия, если у нас требуется доохлаждение, если товар принимается в состоянии годен, то тогда он должен размещаться в зону 1. Если товар имеет отличные от этого признаки, либо указать конкретные, какие характеристики должны выполняться, то тогда настраиваются следующие алгоритмы. В данном примере мы вам показали, что если состояние годен, то мы сможем сначала размещать палет, потом короба, а потом штуки. Соответственно, вся эта последовательность должна будет в системе выполняться. И система будет планировать сначала размещение в зону палетного отбора, далее размещение коробов уже в зону коробочного отбора и размещение штук в зону штучного отбора. Когда мы с вами говорим про алгоритмы, мы говорим с вами про гибкую настройку. То есть система WMS Axelot X5 позволяет практически нажатием одной галочки либо выбором одного из параметров переключить процесс в нужный нам ход событий. То есть мы можем выбрать тип зоны, то есть указать и выбрать конкретные зоны, предположим. В данном случае мы видим отбор коробов. То есть мы можем зафиксировать настройки запасов, откуда мы хотим искать товар, как мы хотим подбирать эти ячейки, способ исполнения и куда мы будем отбирать товар. То есть все в нашей системе настроить возможно. То есть мы можем включить, что это позаказанная сборка, либо групповая сборка заказов. И как искать приоритет запасов. Например, по минимальному числу подходов. Либо мы хотим перенастроить по-другому совершенно процесс, тогда все это можно в системе настроить. Говоря про правила грузопроботки, нужно также понимать, что мы работаем с конкретными зонами. Куда мы товар размещаем, куда мы товар отбираем и так далее. Какой принцип соблюдения метода отбора? ФИФО, ФИФА в случае остаточного срока годности, ЛИФО и так далее. С какими типами стеллажей мы можем работать? Это набивные, гравитационные, грузовые? Либо это некое отдельно автоматизированное оборудование, такие как шаттлы и так далее, роботы? С каждым из этих типов стеллажей работать мы знаем и умеем. И что немаловажно, в каждой зоне можно настроить правила совместимости одного конкретного, в конкретном адресе соблюдение, предположим, не более трех дней по остаточному сроку жизни. То есть тем самым мы допускаем смешивание в одной учейке одного и того же товара, но в допустимом диапазоне остаточного срока годности. Далее мы с вами проговорим уже про настройку процессов. Мы с вами затронем такие процессы, как приемка, отгрузка. То есть мы проговорим о том, как товар поступает на склад, как это можно настроить в системе, что важно для пищевых складов, что важно соблюдать при отгрузке, какие настройки можно использовать в нашей системе. В данной презентации при построении системы мы с вами декомпозировали бизнес-процессы до минимальных составляющих, то есть рассказать базово о том, что у нас есть, что мы можем предложить в коробочном решении. Далее давайте рассмотрим, как можно собирать процессы на основании вышеуказанных квантов более детально. Любые настройки хранятся в процессах поступления и процессах отгрузки. Процесс поступления позволяет нам настроить вариативность обработки товара при поступлении на склад. То есть у нас может быть несколько процессов поступления, то есть это может быть основной, то есть как товар поступает от поставщиков, как товар обрабатывается при возвратах, как товар обрабатывается при поступлении из собственного производству, либо от конкретных поставщиков мы сможем работать по-разному. То есть мы можем указать, используется ли у нас предварительная приемка, да, и указать, где мы принимаем этот товар. Мы можем указать, разрешена ли нам доверительная приемка по конкретному поставщику, если мы работаем на доверительных соглашениях, да, то есть у нас в договоре прописана эта возможность, соответственно, принимая товар, мы достаточно сканировать только штрих-код поддона, и, соответственно, система все это поставит к себе на склад на конкретном поддоне, заполнив автоматически количество, товар, партию, срок годности и состояние товара, принятого товара. По каждому из процессов возможно указать приемку сверхплана, возможно она, либо запрещена, да, то есть если мы понимаем, что из производства мы товар сверхплана принимать можем по той или иной причине, да, то от поставщика сверхплана принимать мы товар никогда не можем, ну, например. Тем самым, лишив себя возможности принимать контрафактную продукцию. Возможность работы с грузовыми местами, также на каждом из процессов мы можем контролировать расхождение как по партиям, так и по состоянию, так и по конфигурации упаковок. То есть если на каждый момент времени, на каждой поставке нам известна партия состояния и конфигурация упаковок, то при приемке мы должны понимать, что мы ожидаем только эту продукцию, а не какую-либо другую. Это очень актуально, когда вы ожидаете от поставщика, предположим, творожные сырки, вложенностью в упаковке по 8 штук, а он в какой-то момент времени перестраивает ее и отправляет вам по 10. Да, казалось бы, ничего страшного, но вы понимаете, что вы с вашими поставщиками, с вашими покупателями, точнее, договорились уже отгружать продукцию по 8, и они себя в системе завели и не готовы принимать по 10. Как один из предыдущих моментов. И самое важное, мы можем использовать контроль поступления, например, после приемки. Нам важно понимать, что товар пришел именно этот, да, то есть приемка была быстрая, и выборочно мы должны перепроверять ту или иную позицию. Говоря про процессы отгрузки, да, мы также говорим с вами про возможность, вариативность настроек конкретного процесса. Опять же, процессы могут быть абсолютно различными, такими, как кроссдокинг, отгрузка в рознице, в сети, в регионы, оптовым покупателям, ну и так далее. Говоря про процесс отгрузки, мы с вами можем указать, где в данном процессе у нас может завершаться зона штучного, отдельно коробочного, либо палетного отбора. Да, это нам необходимо для контроля, когда у нас товар будет считаться отобранным, то есть после сборки, когда товар перемещается в зону до охлаждения или в зону экстренной заморозки, он не считается еще собранным, потому что у него не прошел регламент экстренной заморозки, и он не считается собранным до конца, как один вариант. Если мы используем групповую сборку заказов, то мы по конкретному процессу указываем, где мы его сортируем. Да, если мы собираем групповой сборкой регионы, то у них зона сортировки находится одна. Если это розничные сети, то опять же зона сортировки у них другая, и там другая зона ответственности для конкретной продукции. Мы также можем установить контроль отгрузки, то есть после сборки, когда процесс сборки, он в принципе быстрый, да, еще в операции, контроль отгрузки позволяет пересчитать товар перед отгрузкой покупателю, нашим контрагентам. Если используем рабочее место упаковки, то также можем включить эту настройку, да, где будет процесс перекладывания, проведение предпродажной подготовки товара, когда необходимо застричивать, вложить в короб по конкретному количеству, вложить определенную документацию к продуктам. Все это может выполняться на рабочем месте упаковки. Также в отгрузке можно указать, возможно у нас отгрузка сверхплана или запрещена, да, кто работает с весовым продуктом и понимает, что он допускает отгрузку сверхплана. Ну и также указать, возможно ли работа с грузовыми местами, либо с доставкой. Доставка – это когда мы с вами говорим про рейс, нам при отгрузке товара в магазины, свои, либо там нашим покупателям, да, мы можем для себя пометить, что товар уже в машине, но до конкретного, до конечного получателя еще не доставлен. И как только конечный получатель акцептует нам приемку у себя, тогда мы только сделаем доставку о том, что у нас заказ доставлен по конечному получателю. Только после этого товар спишется со склада. Это очень актуально, когда товар начинает разъезжаться по торговым точкам, и в какой-то момент времени тот или иной магазин просто не успел принять, потому что к нему товар не успел доехать, соответственно, мы его должны отгрузить завтра. И чтобы сборку не планировать повторно, не делать возврат, мы конкретный заказ просто выгружаем из машины, перемещаем на поддоне, либо на коробах в отдельную зону, после чего завтра при планировании нового рейса, новых маршрутов, мы включаем его в конкретный рейс и отправляем в конкретный магазин. То есть магазин его или конкретная точка завтра уже смогут принять по тому же самому номеру заказа. Говоря также про настройку процессов, мы с вами акцентируем внимание на сроках хранения по объектам хранения, по нашим товарам. Что такое срок хранения, он может определяться в различных вариациях. То есть это может быть различные единицы измерения. Один день, ну, точнее, день, часы, месяца и года с указанием срока хранения. То есть мы понимаем, что у нас конкретная группа товаров, либо конкретные товары могут храниться несколько часов. Это очень актуально для скоропортищейся продукции, да, в том числе, когда есть склады, которые продают готовые продукты питания, да, то есть они собирают, там готовят салаты, там выпечку и так далее, и отправляют это в свои магазины, понимая, что у них срок хранения 12 часов. И эти 12 часов он должен реализоваться. Если скоропортищийся продукт, такие как молочная продукция, да, то тогда у них запасы уже настраиваются в днях. В данном примере мы с вами смотрим запасы годности, например, по спагетти, да, у спагетти срок хранения 22 месяца. Далее настройку запасов годности мы можем указать как числом, так и процентом. То есть мы можем указать дополнительно в конкретном сроке хранения запас годности при приемке и запас годности при отгрузке. То есть конкретная группа товаров с данным сроком хранения не должна приниматься, если запас годности при приемке превышает, например, 80%. То есть как только на остаточный срок жизни 79%, товар на склад не принимается. То есть при приемке будет выдано сообщение об ошибке на терминале сбора данных. Ровно так же при отгрузке. Если у нас осталось 79%, соответственно, товар такой даже не будет планироваться к отбору. Что немаловажно, в любом из сроков хранения возможно настроить автоматическое изменение состояния конкретной партии. То есть система анализирует, что в диапазоне от 50% до 100% у нас состояние товара годен. Как только опускается до 20%, меняется статус, истекает срок годности. Это является сигналом для оператора, для кладущика, то есть для сотрудника, который работает с продуктами, либо для отдела КРО, который должен понимать, что с этим товаром нужно что-то делать, отправлять его в рекламацию и так далее. И как только опускается порог до минус 20%, опять же, параметры все эти настраиваемые, и можно выставить как удобно. То есть в данном случае, как только меньше 20%, соответственно, система переведет его в состояние негоден и запретит его продавать. Далее поговорим с вами про запас годности. На самом первом слайде мы с вами проговаривали, что возможно контролировать при приемке товар и при отгрузке. То есть проверять при приемке о том, что конкретная позиция не должна превышать 70%, и эти запасы срок годности можно задать как общий для всего остаточного срока годности. То есть у нас есть срок годности 22 или 70, мы понимаем, что у нас как только меньше 70%, все, мы товар не принимаем или не отгружаем. Но для удобства, для вариативности, здесь мы показываем, что можно отображать как процентом, так и количеством, указывая запас годности и единицу измерения. Но дополнительно можно задать не только общий, но и по конкретным объектам, то есть по группам наших по срокам хранения, мы видим, что 22 месяца, запас годности 18 месяцев мы можем принимать и можем отгружать. То есть как только у нас товар попадает выше 18 месяцев остаточного срока годности, мы его можем либо принимать на склад, а приходовать, да, либо планировать к сборке. Коллеги, на этом у меня все. Я передаю слово Светлане. Да, коллеги, указаны на слайде контакты. То есть если ваши вопросы, допустим, да, вы сейчас не озвучили их, или вам требуется расчет проекта, демонстрация функционала системы, еще какие-то вопросы, связанные с ВМС, ТМС-системами, также логистическим консалтингом, обращайтесь к нашим менеджерам по почте и по телефону. Мы с вами свяжемся и ответим на все ваши вопросы. Коллеги, ну на этом у нас все. Спасибо вам за участие. Ну и также пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Самое главное, будьте здоровы и всем хорошего настроения. До свидания. Коллеги, спасибо. Всего доброго. С наступающим.